Сказка о звере Африки. Жили-были животные в Африке. Жил там злой крокодил. Показывай. Крокодил любил плавать. Плавал крокодил. Плавает он в речке, любил очень плавать в реке. Однажды он вышел на берег, лег под дерево и заснул. Лег под это дерево и заснул. Но вдруг налетел ветер. И сдул все листья с этого дерева. Листья все улетели. И крокодил заснул и не увидел этого. Солнце ему припекло, припекло. И он стал каким-то розовым. Поменял цвет. Но рядом с этим деревом было другое дерево, под которым жил лев. В этот день он как раз пригласил к себе друзей. Кого именно? Черепаху, слона, жирафа, носорога и зебру. Вот они веселой толпой погуляли и решили поспать в тени этого дерева. Черепаха в это время спряталась в панцире, они отдохнули. А потом проснулись и решили пойти на горы. А на горе они встретили стадо буйволов. Буйволы видели льва и очень испугались. Побежали, побежали они и побежали они с горы как раз к реке. Да? И увидели там крокодила. Грузового крокодила. Нет, только затонел, сказал, что крокодил не спит. Крокодил спит, ну хорошо. Тут крокодил проснулся и увидел бегущих на него стадо буйволов. Буйволы, 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 буйволы. И что он сделал? Появил интерпретацию, концовка, которая у нас была в празднике. Побежали они и что они сделали с крокодилом? Они его затоптали. Ну это версия Рафаэла. Смертельно? Нет, 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 не смертельно. Какой-то смертельно. Он не смертельно, но после этого крокодил снова принял свой окрас. Он стал снова коричневым, бурым таким. Его потоптали, он снова оказался в этой грязи. Прыгнул он снова в свою речку. Это не грязь. Ну хорошо. И решил больше с тех пор не вылазить никогда на солнышко, а всегда плавать и спать даже в водичке, в реке.